Судостроительный завод «Залив» представил проект высокоскоростного круизного теплохода класса «Люкс», который вскоре, возможно, свяжет Крым с материком в рамках транспортного сообщения. Уже этим летом заводчане планируют спустить на воду два подобных судна класса «Эконом». Судно рассчитано на 12 пассажиров и может провести в автономном плавании до 24 часов. Согласно проекту, внутри теплохода расположится конференц-зал на 12 персон, двуспальные каюты со всеми удобствами, кухня, бар, сауна, спутниковая ТВ, Wi-Fi. На палубе будет обустроена зона отдыха для пассажиров. К строительству судна завод приступил год назад, чтобы показать, что предприятие способно создавать высокоскоростные суда для транспортных перевозок и круизных сообщений на короткие дистанции. На сегодняшний день готов каркас теплохода. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от решения правительства. Включит ли оно залив в программу реализации поручения президента России Владимира Путина об обеспечении транспортного сообщения между Сочи и Крымом. Не все, скажем так, люди готовы летать на самолеты. Может кому-то предпочтительный именно морская перевозка там быть. Поэтому она тоже будет нормальным подспорьем и будет также участвовать в транспортных перевозках между Сочи и Крымом. Оценить производственные мощности предприятия. В Керчь приехал заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Николай Шабликов. Задача президента была как раз связать города Крымского полуострова с доступным тарифом, с доступным билетом. Самое главное, чтобы полуостров получил современные суда, при котором бы пассажир, турист, прежде всего, смог насладиться морскими перевозками. И таким образом привлекательность Крымского полуострова повышается в разы. По мнению чиновника, Керченский судостроительный завод «Залив» вполне может рассчитывать на участие в реализации данной программы. Есть маркетинговая стратегия, и от того, как он заинтересован участвовать в этом, зависит и судьба. Но насколько мы знаем желания коллег «Залива», их возможности, то я думаю, что их шансы достаточно велики. Алена Свистельникова, Николай Пырх. Специально для Керченет ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова